здравствуйте ребята сегодня у нас с вами тема продолжается это австралия и новая зеландия и казалось бы ну причем здесь молоко а вот сейчас мы поговорим при чем здесь молоко сперва мы посмотрим где находится у нас этот континент вот собственно на карте мира у нас австралия а вот здесь на юго-востоке от австралии находятся острова новая зеландия и опять же причем здесь молоко а вот причем новая зеландия при всех своих небольших размерах является крупнейшим в мире производителем молока вот если мы посмотрим вот на эту схему куда-то вот этими стаканчиками красненькими показано кто сколько молока производят и вот посмотрите самый большой красный стакан расположен как раз на этой карте там где находится новая зеландия вот я вот здесь показываю в уголке вот даже америка при своих огромных размерах производят меньше молока и также новая зеландия является лидером по производству сливочного масла и вот поэтому мы сегодня и говорим ну немножечко новой зеландии а потом будем говорить о том что же такого интересного можно сделать с молоком кроме как просто его выпить и так вот новая зеландия как я уже сказала находится на юго-востоке от побережья австралии и вот если точнее то примерно ну чуть меньше двух тысяч километров то есть это 1700 самые ближние точки австралии новой зеландии на таком расстоянии не находится но в принципе довольно таки далеко чуть меньше чем от нас до уральских гор и вот если мы посмотрим на эту карту то мы увидим что ну вот это кстати говоря совсем недавно исследование ученых что острова новой зеландии являются верхушкой затонувшего древнего материка и вот здесь вот то что показано голубым светом это как такая вот отмель ну вот затонувший материк который раньше был частью доисторического материка вместе с австралией африкой как говорят вот и сравнительные размеры новой зеландии и австралии вот здесь показано то есть австралии в принципе очень большой такой материк от нам может быть на обычной плоской карте мира кажется что он не очень большой на самом деле там есть искажения определенные вот австралии это очень большой материк а вот новая зеландия по сравнению с ней вот так выглядит она примерно в 20 раз меньше вот но если мы сравним новую зеландию с такими известными островными государствами как япония как великобритания то мы увидим что в принципе по размеру на на чуть меньше японии и больше великобритании но все-таки конечно эта территория небольшая и вот представляете себе на такой небольшой территории выращивают огромные стада коров которые дают больше всех молока в мире а то есть новая зеландия снабжает не только себя но и мир снабжает молоком и молочными продуктами вот основной покупатель это китай но и в другие страны она тоже экспортирует ну вот если мы посмотрим на физическую карту вот это кстати флаг новой зеландии именно вот и мы видим что новая зеландия находилась под влиянием было колонии великобритании вот здесь вот это видно на флаге то здесь как-то как раз флаг великобритании но остальное соответственно флаг новой зеландии вот и мы видим что состоит новой зеландии с двух островов это северный остров вот этой и южный остров и довольно большую часть территории занимают горы вот то что показано коричневым таким светло-коричневым темно коричневым это все горы то есть ну больше половины наверное горы у нас вот темно-коричневый тут сказано выше полутора тысяч метров ну и от 1000 до полутора тысяч это такие высокие холмы вот и вот именно на этом ландшафте и выращиваются стадо коров но не только коров кстати говоря там достаточно много овец разводятся и даже благородные олени разводятся тоже вот в новой зеландии как вот такие вот культурные животные вот смотрите да вот новой зеландии такие очень красивые пейзажи поскольку местность такая вот горная то так вот красиво выглядит территория вот еще да то есть совсем сказочные такие пейзажи и недаром в новой зеландии именно снимался фильм властелин колец вот здесь мы видим от деревня хоббитов такая вот в холме зарытая вот гендольф стоит на фоне этой деревне или вот еще интересно да вот это мордор и вот так выглядит это собственно гора до которая вот здесь но понятно что без компьютерной графики не обошлось но вот так выглядит это место на самом деле где это все снималось ну и вот пожалуйста те самые коровы в горных долинах пасутся дают молоко вот кстати говоря новозеландцы считают что коров нужно именно на пастбище содержать потому что им там у как бы и коровам это вроде бы приятнее по их мнению но и самое главное мне нужно привозить на ферму корма что вот дешевле коровам самим дойти до травки который в новой зеландии в общем-то достаточно для большого количества животных и так после того как коров подойдут вот такие красивые молоковозы ведь такие зелено-голубые привозят на молочный завод которых опять же не один много в новой зеландии такой красивый молочный завод где уже делают молочную продукцию ну вот немножечко о молоке что это такое ну главная часть молока и конечно же вода вот если мы берем стакан в котором 200 миллилитров такой для ровного счета возьмем то примерно 170 180 грамм будет там вода значит остальных веществ там где-то ну 20-30 грамм пример есть там минералы это такое небольшое количество кальций мы знаем из молока мы можем получать ну соединение кальция естественно есть там молочный сахар который называется лактоза его довольно много и обязательно есть белок молочный и есть жир почему мы на этом останавливаемся потому что наши опыты которые мы будем делать молоко они как раз связаны с его составом значит еще разочек в основном это вода есть жир белок и молочный сахар мы когда вообще смотрим на этикетку любого продукта мы видим там написаны жиры белки углеводы пищевая ценность вот как раз молоке жиры белки и молочный сахар это вот тот углевод который находится у нас в молоке лактоза еще и если мы посмотрим на молоко под микроскопом таким ну средней силы не самым мощным то мы видим вот такую картинку то есть там как бы шарики такие плавают более-менее крупные что что за шарики такие ну прежде всего это шарики жира вот здесь шарики жира которые сфотографированы уже под электронным сканирующим микроскопом то есть очень мощным и вот мы видим эти шарики поверхность их покрыта белком вот это белое то что здесь на поверхности шариков здесь еще более крупная фотография внизу вот это белковые молекулы и именно благодаря этим белковым молекулам шарики жира ну достаточно хорошо удерживаются в молоке они не всплывают мгновенно хотя когда мы будем с вами говорить о масле в следующий раз то там мы узнаем что все таки всплывать они могут но постепенно да то есть вот этот белок который находится на поверхности жировых шариков он удерживает жир водным слоем что вообще для жира ненормально да мы вот если на воду нальем жир мы видим что он просто сверху с водой не смешивается а вот белок молочный он помогает шариком жира удерживаться более-менее хорошо в воде и кроме жировых шариков вот тут уже просто схемка вот жир обозначен желтенькими шариками а вокруг еще какие такие шарики да вот так вот это тот белок который не находится на поверхности жировых капелек а который находится еще и в водном слое в виде таких клубочков скажем так да потому что на самом деле белковые молекул они очень большие и для того чтобы им как там существовать в воде они сворачиваются в клубочки и вот в виде этих клубочков они там плавают кстати говоря все эти жировые капельки клубочки они не дают нормально проходить свету через световому лучу через молоко именно поэтому она белая потому что вода вот мы знаем на прозрачная молекулы воды маленькие и они лучам света проходить совершенно не мешают а вот вот эти клубочки белка шарики жира они уже очень крупные и когда свет попадает туда в молоко он там начинает отражаться рассеивается вот результат мы видим такой что молоко не прозрачное мы воспринимаем мы этот цвет называем белым ну вот хорошо теперь мы будем проводить опыты с молоком первый опыт который мы сделаем но он в принципе очень хорошо и известен мы сейчас его не до конца сделано только начнем это опыт создания тайного письма при помощи молока мы наливаем немножечко молока берем ватную палочку но у меня такая вот длинная палочка можно кисточку взять и делаем на нашей бумажке какую-то надпись бумага совершенно любая надпись делаем тоже любую сделали надпись и прежде чем мы эту надпись попытаемся проявить нужно высушить поэтому мы пока отложим наш листочек и будем заниматься другими опытами а в конце уже тогда посмотрим что же у нас из этого получится и так значит помним да что у нас лежит наш листочек и сохнет а мы в это время начинаем следующий опыт вот этот стаканчик куда у нас налито молоко мы сейчас к нему будем кое-что добавлять но прежде мы обратим внимание как выглядит наш стаканчик когда мы его разбалтываем да на стенках образуется такая вот равномерная пленочка из молока которая потом просто стекает и все что мы делаем дальше мы берем уксус обычный столовый уксус девяти процентный и наливаем его в молоко и что же теперь будет посмотрим внимательно теперь мы видим что вот эти следы на стаканчике стали уже совсем неравномерными то есть появились крупиночки появились хлопья вот они да видно с чем же это связано что же такое произошло с нашим молоком а произошло с ним ровно следующее когда мы добавили уксус то у нас повысилась кислотность мы знаем что уксус это вообще-то у нас кислота ну разбавленная уксусная кислота кстати неразбавленной кислотой пользоваться не надо это опасное вещество а вот уксусом 9 процентным можно пользоваться для таких опытов и повысилась кислотность и молоко как бы мгновенно прокисло а что же происходит при прокисании молока вот те самые белковые клубочки которые у нас плавают в нашем молоке изменяют свою структуру они разматываются и склеиваются друг с другом и результат мы видим вот такой вот эти вот появление этих хлопьев это и есть размотанные и склеенные белковые молекулы вот они такие то есть то же самое абсолютно у нас происходит при прокисании молока при превращении его например в простоквашу в кефир тоже создается кислотная среда клубочки белковые разматываются и слепляются друг с другом только это происходит медленно а мы сделали быстро потому что когда у нас образуется простоквашу эту кислотную среду делают бактерии молочно кислые они потихонечку там пока они кушают молочный сахар превращают его в кислоту вот для этого требуется время а здесь мы сразу раз добавили вот уксус как бы мгновенная такая у нас произошло мгновенное прокисание хорошо теперь мы подобный же опыт сделаем немножечко по-другому и в больших масштабах ну что мы сделаем сначала сначала мы молоко нагреем на плитке нагреем мы его до температуры но сейчас вот можно будет увидеть в конце там где-то будет 50 ну может быть 60 градусов учитывая что я не сразу после измерения сняла так сейчас 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 не покажу вот да ну вот здесь у меня 50 градусов теперь вот в это подогретое молоко я снова добавлю уксус причем так хорошо хорошо добавлю побольше что же здесь произойдет а произойдет ровно то же самое тоже образуются те самые клубочки комочки только теперь молока у нас много и она еще и теплое а все что у нас при повышенной температуре происходит оно происходит быстрее гораздо вот вот мы уже увидели а уже вон они там плавают эти самые комки сейчас еще раз покажу так немножко еще и подогреваю иногда даже советую до кипения нагреть но мне кажется не надо тут максимум градусов до 70 вот мы хорошо уже видим что молоко у нас свернулась вот сколько там этих комочков и теперь наша задача будет эти комочки отделить от вот видно да что там плавают сгустки и как бы такая водичка вот мы сейчас их и разделим для того чтобы их разделить понадобится ну вот у меня сетечка можно взять воронку и какая-то ткань потому что сетечка у меня достаточно редкая с большими дырочками чтобы туда эти комочки не проскочили я поэтому кладу ткань ну и начинаю потихоньку туда перекладывать в принципе вот мне удобней так если сито большое можно сразу вылить всю эту смесь с комочками вот такие симпатичные беленькие комочки мы их перекладываем полностью остальное вот выливаем до чтобы не потерять наши наш свернувшийся белок как говорят научным языком белок денатурировал то есть он потерял свою натуральную природную структуру так вот видно капает у нас водная вот эта часть которая в молоке вот теперь она гораздо больше на воду похоже правда да потому что мы забрали оттуда то что мешало прохождению света и вот теперь свет проходит лучше но забрали не полностью поэтому у нас наш вот это вот водный слой немножко мутноватый вот отжимаем и максимально просто нажимая на наш на нашу ткань и будем смотреть а что же у нас получилось да что у нас осталось в ткани что у нас осталось стаканчики и что же у нас ткани вот такой такое уже твердое вещество ну и наверное видно что твердое что очень похоже на творог на самом деле творог именно так и делают его делают нагревая молоко добавляя какую-то кислоту но не обязательно совершенно уксус абсолютно та же история у нас произойдет если мы добавим и лимонную кислоту например да и даже сок лимона можно добавить абсолютно будет то же самое или уксус натуральный можно добавить вот мы получим таким образом такой вот у фактически творог но творог это калип кулинарное такое слово да это продукт пищевой а химики говорят что мы получили молочный белок казеин ну и жир который был в молоке он тоже оказался у нас здесь вместе с этим молочным белком то есть вот все что было твердое мы утащили с собой ну почти все потому что здесь мы видим же не чистая вода смотрят если мы я тут тоже показывают этот остаток на это не чистая водичка на цвет имеет значит соответственно там что-то у нас что-то растворено вот видно до какого она цвета то есть немножечко мутноватая но уж конечно гораздо более прозрачное чем было молоко это называется молочная сыворотка вот это вот то что осталось после того как мы отделили казеин или творог как мы его называем в кулинарии то вот осталась у нас такая вот молочная сыворотка а вот интересно творог мы отделили а нельзя ли сывороткой тоже что-то написать вот сравним дома молоком уже написали ждем пока у нас высохнет а можно и сывороткой попробовать написать интересно какой же получится результат ну вот берем то же самое берем ватную палочку и сывороткой что-то такое тоже изображаем на нашей на нашем листочке и поступим дальше точно также для того чтобы что-то делать с этим дальше мы должны положить и подождать пока у нас хорошо все просохнет то есть пока не знаем получится ли у нас эти тайные шпионские чернила и сыворотки или нет из молока должны получиться потому что ну известно что молоком часто писали такие тайные письма вот сыворотка интересно можно творог съесть а сыворотку использовать можно так или нет раз посмотрим пока все сохнет а мы смотрим следующий опыт на самом деле вот такое склеивание комочков белка клубочков вот этих белка можно достичь не только при помощи допустим лимонной кислоты или уксной кислоты а можно при помощи кока-колы потому что в кока-коле у нас тоже содержится кислота фосфорная кислота ну и еще интересно что там содержится краситель называется он карамельный колер его делают из жженого сахара и вот мы смотрим вот что происходит если смешать кока-колу и молоко теперь у нас наш свернувшийся белок вот он постепенно постепенно оседает на дно вообще он обычно всплывает а вот с кока-колой он именно оседает но эта съемка ускоренная вот если такой опыт попробовать сделать это произойдет не так быстро но тем не менее можно это заменить вот так под действием у нас образуется на дне такой вот коричневатый осадок вот через 24 часа уже вот в таком вот виде весь белок осел и покрасился умером а сам остаток наоборот обесцветился потому что кол там такой темно-коричневый а мы видим что здесь она стала вот такая вот вот такой тоже интересный эффект мы можем наблюдать но связан он точно также с денатурации белка да с вот этим разматыванием клубочков белка и склеивание между собой ну а мы продолжаем что можно сделать из этого нашего творога или казеина как называют его химики вот интересно что из него можно сделать клей единственное что если вдруг вы захотите такой опыт повторить его лучше делать на улице потому что то что мы будем использовать это раствор аммиака водный или в аптеке ну а такое аптечное название обиходная нашатырный спирт хотя это никакой не спирт на самом деле но так его называют и его нужно добавить как раз к нашему казеину вот сейчас и будем это делать вот этот наш казеин немножечко отделяем небольшую порцию и к нему нужно добавить нашатырный спирт и хорошо хорошо растереть еще раз да вещество очень резко пахнущее вещество в общем-то ядовитое поэтому только на с хорошим проветриванием или на открытом воздухе такое можно делать и теперь мы начинаем растирать ну на самом деле вот мы делаем из того казино который мы сейчас получили только что а по хорошему вот на такой настоящий казеиновый клей он называется его делают из обезжиренного творога то есть вот из творога предварительно вы вернее из молока предварительно удаляют жир и потом из такого обезжиренного молока делают творог и вот из него как раз уже получают этот самый казеиновый клей этим казеиновым клеем между прочим и издревле пользовались потому что обратили внимание что вот такая смесь имеет очень хорошие клеящие свойства просто очень крепко склеивает но мы сейчас и испытаем растираем так чтобы не было комочков ну максимально насколько это возможно потому что вот когда творог такой пожирнее достаточно сложно сделать но немножечко растираем уже понятно что нужно растереть хорошо и дальше у меня есть доска я буду к этой доске приклеивать пробочки пластиковые я намазываю этой смесью казеина и нашатырного спирта и приклеиваю доски понятно что этому нужно дать высохнуть это не сразу прям склеится но надо будет немножко подождать вот кстати говоря у к казеиновый клей совсем недавно еще очень широко использовали он продавался в магазинах назывался клей казеиновый канцелярский его использовали и для склеивания бумаги для склеивания древесины он тоже подходит и дает достаточно крепкую склейку но понятно что воды здесь достаточно много поэтому нужно дать клею затвердеть чтобы вода испарилась и что получится дальше это вот уже результат ну наверное минут через 20 снят уже у нас и вот мы смотрим ну видно что во первых пробки не двигаются да мы пытаемся их стряхнуть они не двигаются но даже можно за них приподнять эту дощечку и всячески вот видите да даже за одну пробочку можно приподнять эту дощечку то есть получилось достаточно крепкая склейка несмотря на то что еще полностью клей не набрал свою прочность потому что ну в общем то времени было немного но вот я сказал где-то минут 20 но может быть полчаса полежала вот эта досочка с пробками и вот так вот уже достаточно хорошо приклеилась так что если вдруг нету клея но есть творог лучше нежирный и нашатырный спирт раствора мяка то можно вот такой козиновый клей натуральный клей можно сделать так что же еще вот смотрим на эти ну это что это пуговицы правда пуговицы из чего же сделаны эти пуговицы удивительно как они попали в тему про молоко ну вот может быть это будет прозвучит очень странно но пуговицы тоже сделаны из молока но не совсем из молока они сделаны из козина то есть из того же самого вот этого вот остатка из этого нашего творога как бы который мы только что получили сделаны вот такие чудесные пуговицы и называется этот материал из которого они сделаны галалит галалит молочный камень галалит так переводится а как же делали такие изделия ну на самом деле это этому это фактически первый пластик натуральный пластик до который сделан из природного вот это вот вещества козеина из творожного белка делается он с одной стороны вроде бы просто с другой стороны не очень просто потому что добывают козеин опять же из нежирного тоже из нежирного молока дальше его высушивают его измельчают очень тщательно очень тщательно измельчают понятно что вот такую равномерную структуру трудно получить из когда остались крупинки в нашем твороге так называемом его измельчают его кладут воду где он снова набухает становится таким тестообразным еще раз растирают еще раз измельчают и делают из него прессуют вот такие вот всякие фигурки а дальше эти фигурки помещают формалин формалин это такой раствор в котором ну например какие-то биологические препараты можно сохранять это тоже очень агрессивное такое вещество достаточно ядовитое но потом когда уже это все сделано и высохло то это не опасно результат не опасен но вот получается фактически такой пластик на пластик этот в пять раз прочнее дерево его можно подвергать обработки даже окраски вот теперь я показываю вот тут вот разнообразные изделия которые из этого гололита делались и даже делаются до сих пор есть какие-то любители которые это делают насчет промышленного производства которое раньше было развит очень широко даже в москве существовал завод который назывался гололит сейчас не знаю не уверена делают его но можно вот сделать если допустим в молоко при его створаживание добавить красители или там на какой-то стадии смешать с красителями то можно получить вот такие вот всякие красивые изделия можно делать ручки для ножей например вот то есть чтобы было понятно насколько прочный этот материал и вот даже такие красивые как бы заколочки гребни для волос обрабатывая еще другими веществами можно такую полупрозрачности добиться но что-то вроде гололита напоминающий гололит можно сделать и своими руками на самом деле процесс совсем несложный и процесс опять такой как мы с вами видели ну мы сейчас быстренько посмотрим процесс изготовления то есть вот добавляется уксус так же как мы делаем и нагревается чтобы они лучше между собой и дальше мы формуем какие-то изделия при помощи формочек и сушим очень хорошо надо высушить в зависимости от размера сушится более-менее длительное время они уменьшают размер становятся твердыми и дальше их можно шлифовать вот здесь вот при помощи таких всяких шпурки приспособления шлифуются покрываются лаком эти изделия и вот делаются фигурки украшения их можно раскрашивать можно кстати сразу добавить какой-то краситель изначально и получится тогда цветные фигурки понятно что это не совсем тот гололит который изделие из которого я показала в начале но для такого домашнего для домашних поделок он вполне себе годится он тоже достаточно твердый единственно что он все-таки гораздо более хрупкий чем тот который делался на заводе но вот тем не менее оказывается из молока можно делать и такие вещи ручки для ножей как интересно ну теперь высохли наши письма на которые были сделаны при помощи молока и при помощи молочной сыворотки мы посмотрим на результаты вот там где я писала молоко я поверх написала шариковой ручкой чтобы совсем уж было не видно что у меня там такое написано что написано молоко ну вот видно да вот листочек я там написала я люблю делать разные опыты мне интересно изучать природу и совершенно больше ничего нету на этом листочке и вот теперь мы проглаживаем этот листок горячим утюгом и постепенно мы видим что что-то там такое появляется появляется ну не сразу потому что надо чтобы прошел определенный процесс мы потом немножко о нем скажем что там за процесс происходит появляется надпись и мы ее уже можем прочитать вот эта тайная надпись которая была сделана молоком хорошо вот посмотрим вот так это все выглядит то есть под одним письмом спряталась у нас другое мы его обнаружили а вот теперь смотрим вот это наш второй листочек где я писала молочной сывороткой посмотрим проявится ли это у нас надпись вот здесь я не стала сверху ничего писать но вот видно да что немножечко тут он такой покоробленный но как и от молока там тоже такой же кстати если не горячим утюгом прогладить то надпись еще не проявится а листочек станет ровным вот это вот момент вот этот сейчас виден да потому что пока еще утюг недостаточно горячий вот он нагревается и смотрим будет ли появляться надпись пока вроде по нету неужели сыворотка у нас не работает как тайные чернила ну-ка ну-ка подержим подольше а я я неужели не работает или просто не хватает температуры а вот начинает появляться все таки ну вот смотрим что у нас получится и постепенно постепенно да по мере того как у нас все прогревается хорошо тоже у нас появилась картинка вот такая картинка веселая которая нарисована молочной сывороткой то есть нам собственно говоря белок то и не нужен для того чтобы делать такие письма нам нужна именно молочная сыворотка именно в ней содержится то что темнеет от температуры до от нагрева а это как раз вот в сыворотке остается тот самый молочный сахар то есть это именно он темнеет когда мы его нагреваем потому что мы знаем прекрасно что если сахар нагреть вот сейчас будет сравнение молоком и молочной сывороткой написано если сахар нагреть то он у нас постепенно станет темным здесь мы видим абсолютно ту же историю я бы сказала что сывороткой даже как-то более красиво получается так более ровно такие вот если мы сравним вот с тем что где молоком написано вот тут вот есть какие-то такие более такие темные неровные места а вот сывороткой как раз таких неровных места и нету то есть я бы наверное выбрала бы сыворотку если бы мне нужно было написать кому-то тайное послание ну что ж и последний наконец опыт такой вот он достаточно такой веселый и красочный но мы его сейчас посмотрим а потом попытаемся объяснить что что такое происходит наливаем в тарелочку немного молока тарелочка русская глубокая здесь совершенно не нужно и капаем красители это может быть могут быть и гуашевые краски пищевые красители но они должны быть чуть-чуть разведены в воде вот видно что хоть капелька сначала и может попасть на дно но но потом она всплывает на поверхность вот такие вот капельки что же мы будем делать дальше дальше мы возьмем ватную палочку и попробуем этой ватной палочкой прикоснуться к поверхности молока если палочка у нас сухая или в воде то вот видно что особо то ничего не происходит с нашими с нашими красками а теперь мы сделаем хитрый ход мы возьмем жидкое мыло средства для мытья посуды и прикоснемся палочкой с жидким мылом что же происходит краски побежали в стороны от палочки с мылом и таким образом можно даже нарисовать какую-то картину нам на молоке вот на самом деле если с водой делать то там один раз краска убежала и все дальше уже она никуда не побежит а здесь можно вот так вот много раз заставить краски двигаться нужно помещать туда где краски много и вот видно что краска разбегается начинает убегать от палочки с мылом что же такое происходит у нас здесь а происходит здесь следующая вещь ну мы помним что большая часть у нас молока это вода а у воды есть поверхностное натяжение а вот мыло у нас изменяет уменьшает поверхностное натяжение воды и когда мы касаемся поверхности молока причем надо касаться на поверхность не надо только дно а достаточно прям коснуться поверхности то молекулы которые были хорошо сцеплены молекулы воды которые были хорошо сцеплены в поверхностном слое, давали это поверхностное натяжение, они как бы расцепляют руки и начинают бежать в стороны и увлекают собой краситель. Ну а для чего же нужно именно молоко? На самом деле молоко тут важно, оно дает лучшую картину, потому что с ним лучше взаимодействуют частички красителя, не так они могут свободно двигаться из-за того, что им другие компоненты молока мешают, и поэтому получаются вот такие ограниченные цветные лужицы. Ну вот такой веселый опыт можно проделать, посмотреть какая же получится картинка у вас. Ну, в общем-то на этом, наверное, мы заканчиваем наше сегодняшнее занятие. Всего тогда, до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok